Михаил Пришвин Рассказ-изобретатель Читает Павел Беседин В одном болоте на кочке под Ивой Вывелись дикие кряковые утята Вскоре после этого мать повела их к озеру По крови тропе Я заметил их издали Спрятался за дерево И утята подошли к самым моим ногам Трех из них я взял себе на воспитание Остальные шестнадцать Пошли себе дальше по крови и тропе Подержал я у себя этих черных утят И стали они вскоре все серыми После из серых один вышел красавец Разноцветный селезень и две уточки Дуся и Муся Мы им крылья подрезали Чтобы не улетели И жили они у нас на дворе Вместе с домашними птицами Куры были у нас и гуси С наступлением новой весны Устроили мы своим дикарям Из всякого хлама в подвале Кочки, как на болоте И на них гнезда Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц И стала высиживать утят Муся положила и четырнадцать Но сидеть на них не захотела Как мы не бились Пустая голова не захотела быть матерью И мы посадили на утиные яйца Нашу важную черную курицу Пиковую даму Пришло время Вывелись наши утята Мы их некоторое время Поддержали на кухне В тепле Крошили им яйца Ухаживали Через несколько дней Наступила очень хорошая Теплая погода И Дуся повела своих черненьких К пруду И пиковая дама своих В огород за червями Свись Свись Утята в пруду Кряк Кряк Отвечает им утка Свись Свись Утята в огороде Квох Квох Отвечает им курица Утята Конечно не могут понять Что значит квох-квох А что слышится с пруда Это им очень хорошо известно Свись Свись Это значит Свои к своим А Кряк Кряк Значит Вы утки Вы кряквы Скорее плывите И они Конечно Глядят туда К пруду Свои к своим И бегут Плывите Плывите И плывут Квох Квох Упирается важная Птица Курица На берегу Они все Плывут И плывут Засвистались Сплылись Радостно Принял их Свою семью Дуся По муси Они были Ей родные Племянники Весь день Большая сборная Утиная семья Плавала на прудике И весь день Пиковая дама Распушенная Середитая Квохала Ворочала Под самым Носом Важной Птицы Прошли Они Черненькие С большими Утиными Носами Ни один Даже На такую Мати Не поглядел Мы всех Их собрали В одну Высокую Корзину И оставили Ночевать В теплой Кухне Возле Плиты Утром Когда мы Еще спали Дуся Вырезала Из корзины Ходила Вокруг По полу Кричала Вызывала К себе Утят В тридцать Голос Ей На крик Отвечали Свистуны На утиный Крик Стены Нашего Дома Сделанного Из звонкого Соснового Леса Отзывались По-своему И все-таки В этой Кутюрьме Мы Расслышали Отдельно Голос Одного Утенка Слышите Спросил я Своих Ребят Они Прислушались Слышим Закричали И пошли В кухню Там Оказалось Дуся Была Не одна На полу С ней Рядом Бегал Один Утенок Очень Беспокоился И непрерывно Свистел Этот Утенок Как и все Другие Был Ростом С небольшой Огурец Как же Мог Такой Вот Воин Перелезть Стену Корзинки Высотой Сантиметров Тридцать Стали Все Об этом Догадываться И тут Явился Новый Вопрос Сам Утенок Придумал Себе Какой-нибудь Способ Выбраться Из корзины Вслед за Матерью Или же Она Случайно Задела его Как-нибудь Своим Крылом И выбросила Я Перевязал Ножку Этого Утенка Ленточкой И пустил В общее Стадо Переспали Мы ночь И утром Как только Раздался В доме Утиный Утренний Крик Мы в кухню На полу Вместе С Дусей Бегал Утенок С перевязанной Лапкой Все Утята Заключенные В корзине Свистели Рвались На волю И не могли Ничего Сделать Этот Выбрался Я сказал Он что-то Придумал Он Изобретатель Крикнула Лева Тогда Я задумал Посмотреть Каким же Способом Этот Изобретатель Решает Труднейшую Задачу На своих Утиных Перепончатых Лапках Подняться По отвесной Стене Я встал На следующее Утро Под досвету Когда Ребята Мои И утята Спали Непробудным На фабрике Все утята Обычная Утренняя Кутюрьма Крик Как его Еще Можно Было Назвать Конечно Изобретатель Субтитрым Субтитрым